В средней школе номер один в один день сразу семь конкурсных уроков. И еще неизвестно, кто больше волнуется – учитель в новом классе или сам класс с новым учителем. Екатерина Ивановна Хвостова преподает английский язык в 28-й школе. Чтобы помочь новому учителю, девятиклассники прикрепили бейджи с именами. Общий язык учители и ученики нашли быстро. И задания, где может родиться конфликт, семья, политика, война, социальная сфера, выполнили легко. Несмотря на то, что урок длится всего 30 минут, учитель успел провести гимнастику для глаз. Похоже, урок ребятам понравился. Довольно хорошо учитель провел урок, и даже то, что мы его не знали, я считаю, что это на высшем уровне было сделано. Мне очень понравилось, это было познавательно, так как учитель был незнакомый, но мне было легко находиться в этой обстановке. Урок был очень познавательный для меня, ну и все было на высшем уровне. А удалось ли учителю выполнить задание второго этапа конкурса? И сумела ли Екатерина Ивановна увлечь группу? У меня такое впечатление, что я их знаю давно. Мы встретились с двумя девушками в коридоре, вот просто два слова, я спросила, какие оценки по английскому, и как вообще нравится им или нет. И в принципе все, все было нормально. Я комфортно себя чувствовала. Пока готовится к уроку второй учитель, в классе идет разбор полетов. Все члены судейской коллегии высказывают свои замечания, дают рекомендации. Например, в тему конфликта можно было бы смело включить спорт, а точнее зимнюю Олимпиаду в Сочи. Очень уж актуальная тема. Особое мнение и у коллеги Екатерины Ивановны, учителя английского языка третьей школы Елены Борисовны Скобелевой. Она постаралась ребят всех разговаривать, все задействованы были. Но у кого, конечно, более развитые языковые навыки, у того получилось немножко лучше, у того, кого нет, все равно не пытались высказать свое отношение к конфликтам. Это актуально на уровне девятого класса, потому как конфликты вначале еще бывают разные. Учитель использовал свои технологии интерактивного общения и методики, это тоже хорошо. Следующий урок «Окружающий мир» пройдет в третьем классе. Волнуется Маргарита Николаевна Алексеенко, учитель 14-й школы, хотя к уроку готовилась тщательно. У меня много использования интерактивной доски, работа с детьми, как бы детки еще пообщались, не знали интерактивную доску. Но думаю, сегодня мы научимся. Давайте хором прочитаем, какие царства живой природы существуют хором. Семя, животные, рыбы, бактерии. Все семеро участников прошли второй этап – методическое объединение. На очереди следующий – разговор с классом. Будем следить за ходом конкурса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!